Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Татьяна Трофимова. Ситуация под контролем. Республика принимает необходимые меры поддержки для бизнеса. Соответствующий указ подписал сегодня временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев. Дистанционная поддержка школьников Чувашии, которые находились на льготном питании, еженедельно будут обеспечивать продуктовыми наборами. Особый режим в регионе ужесточили требования пожарной безопасности. Республика работает с коронавирусными больными. Продление действий паспортов и автомобильных прав и другие. Глава государства запретил закрывать границы регионов, прерывая тем самым грузовое и транспортное сообщение. О событиях в Чувашии. Сегодня в республике зарегистрированы два новых случая заражения COVID-19. В общей сложности в регионе выявлены 19 заболевших коронавирусом. Один выздоровел. Сегодня наличие вируса подтвердилось у одного контактного лица города Чебоксары и одного приезжего из Москвы, Комсомольский район. Оба пациента были госпитализированы еще до официального подтверждения Нижегородской лабораторией, так как первичный анализ показал сомнительный результат. Сейчас пациенты находятся в инфекционном стационаре. Состояние удовлетворительное. Все близкие контакты, вновь выявленных зараженных, отработаны. Они находятся на изоляции. Список заболеваний, при которых лекарства будут получать на льготных условиях, расширяется. Законопроект одобрили на заседании Кабинета министров. В обновленный список вошли апластическая анемия, наследственный дефицит факторов 2, 7, 10. Пациенты с такими заболеваниями будут получать лекарственные препараты за счет средств федерального бюджета. Также из федерального бюджета будут закупать лекарства в рамках федерального регистра лиц. На 7 апреля 2020 года число отчисленных граждан, получающих указанные препараты по данным нозологиям, составляет 1,557 человек. Дополнительное право на получение лекарств и препаратов получило 5 человек. Всего выписано более 2 тысяч рецептов. И отпущено лекарство на общую сумму 147,7 миллионов рублей. Обеспечено 97,9 процентов. Видите, как бы цифры сами за себя говорят. 1 тысяча человек, это 147 миллионов. Мы автоматически получаем вот такую дополнительную поддержку в части снятия нагрузки с нашего республиканского бюджета. Мне кажется, очень хороший закон, он снимает как раз финансовое обременение с бюджета Чувашской республики. И больные вот этой категории будут напрямую обеспечиваться, и причем более оперативно, лекарственными препаратами, насколько я понимаю, напрямую из бюджета Лекарственной Федерации. Следующий сюжет о поддержке тех, кто сохраняет наше здоровье в период пандемии. Медучреждения работают сейчас в таком напряженном режиме, что работникам даже некогда перекусить. Собственники некоторых кафе и ресторанов решили поддержать находящихся сейчас на передовой докторов, медсестер, обслуживающий персонал. Ну, мы хорошо понимаем, что сейчас тяжелее всего приходится врачам, несмотря на то, что у нас в республике вроде бы не очень много зараженных. Мы хорошо представляем, сколько вызовов в день у них, и решили откликнуться. Ежедневно на станцию скорой помощи завозят завтраки, обеды и ужины. Передают сумку с едой с соблюдением всех мер безопасности. И это важно не только для организации горячего питания, а также для, так скажем, нераспространения инфекций. То есть нам, работникам скорой медицинской помощи, которые работают по 12-24 часа, нет необходимости с собой возить еду. Мы очень этому довольны. Это лишь один из примеров деятельной доброты. В наше непростое время их должно быть больше. Александр Соловьев, Павел Рядков, Республика. Сегодня в Чебоксарах произошло ДТП. Есть пострадавшие. Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подбил на территории шиномонтажа приору и попытался скрыться. Но не справился с управлением, столкнулся с ограждением и перевернулся. Причем случилось это на территории дома ребенка-малютка, который находился по соседству. Пассажиры и сам водитель были отправлены в больницу. Виновнику грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Меры поддержки бизнеса в Чувашии обозначат в отдельном указе. Об этом сегодня временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев сообщил на заседании Кабинета министров. Уже дал соответствующее поручение подготовить соответствующий указ главы Чувашской республики о мерах поддержки бизнеса, прежде всего малого и среднего, где предлагаю как раз озвучить те направления, которые мы будем реализовать конкретно. На прошлой неделе был утвержден комплексный план по обеспечению устойчивости экономики и социальной стабильности. Но указом предлагаю уже закрепить конкретные меры, которые мы будем реализовывать с вами в ближайшее время в виде конкретных уже нормативных актов Чувашской республики и закреплять конкретные меры поддержки, в том числе в части налогообложения. На вопросы предпринимателей малого и среднего бизнеса Олег Николаев ответит и в прямом эфире. Он начнется завтра в 16 часов. Посмотреть его можно на нашем телеканале и в группе ВКонтакте «Чувашия без паники». Там же сейчас собирают и обрабатывают вопросы. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями 17 крупных торговых комплексов Чебоксары-Новочебоксарска. Собственники крупных торговых предприятий несут потери в связи с вынужденным простоем. Это прекрасно понимают в правительстве республики. Но меры это вынужденные. Пошли на нее ради сохранения здоровья граждан. Торговые центры являются самой неконтролируемой зоной, где мы не можем обеспечить безопасность граждан. И это в том числе нас заставляет предпринимать превентивные меры по недопущению концентрации, вот такой неконтролируемой концентрации людей в разных местах. Прошу с пониманием отнестись к тем решениям. В ближайшее время, к сожалению, мы не можем пойти на то, чтобы торговые центры возобновили свою деятельность. Торговая недвижимость не попадает в перечень пострадавших отраслей для оказания первоочередной адресной поддержки в связи с пандемией. Мы готовим сейчас отраслевые предложения для правительства комиссии по поддержке экономики Российской Федерации. Мы эти предложения сформулируем, в том числе по крупным торговым центрам. И со своей стороны в комиссию направим. Если решение будет принято, то все вот эти формы поддержки, в том числе, могут быть распространены и на вашей организации. Ну это и беспроцентные кредиты, это отсрочка по уплату, но это все уже было сказано. Мы эту работу в ближайшие дни проведем. Соответствующие изменения планируются и в системе налогообложения. Если предприятие войдет в особый перечень, то срок уплаты налогов для него изменится. По сроку первого квартала вы уплатите только 30 октября, по сроку за второй квартал вы уплатите только 30 декабря. Если собственники получат денежные меры поддержки, то правительство рассчитывает, что они, в свою очередь, подумают о помощи тем, кто арендует площади в их торговых центрах. Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Павел Редков, Республика. Вот уже третий день все школьники учатся дистанционно. Не работают школы, не работают и их столовые. А ведь там кормили бесплатно некоторых учеников. В связи с ситуацией в учебных заведениях начали выдавать продуктовые наборы. Здравствуйте. У нас фамилия Степанова. Прийти вы. Прийти вы. Вот вы распишитесь. Получите, распишитесь. Оксана Степанова получает набор продуктов для двоих детей. Артем и Карина учатся во второй столичной школе. Хотелось бы выразить благодарность за то, что нас не забывают даже в такое вот время. В этом наборе находятся очень необходимые продукты, такие как макароны, сахар, рис, масло подсолнечное, и сладости для деток. Это получается для одного ребенка. У меня двое, да. На второго я еще не получила, а на дочку уже получила. Очень хороший набор, очень рады. Во второй школе сейчас раздают 111 продуктовых наборов. Их шесть видов в зависимости от категории льготников. Всего из городского бюджета на эти цели предусмотрено еженедельно более миллиона рублей. В такой жизненной ситуации у нас находится около пяти тысяч детей по городу Чебоксары. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей. И для того, чтобы их права были защищены, и они были наделены продуктовыми наборами, еженедельно, посреди мы будем выделять продуктовые наборы. Один продуктовый набор рассчитан на пять дней. Формируют их комбинаты школьного питания. Состав набора может измениться. Уже на следующей неделе планируют добавить сладкие продукты. Такие наборы будут выдавать каждую неделю на протяжении всего срока дистанционного обучения. В отделе социальной защиты населения уверяют, если сроки поддержки истекают, волноваться не стоит. Они автоматически продлеваются до 1 октября. Если же вам необходимо первично подать документы, сделать это можно дистанционно. То есть через портал госуслуг можно отправить заявления и документы, либо же через почтовое отделение, либо на электронный адрес отдела социальной защиты населения, который можно найти на портале Минтруда, либо на соцпортале, либо казенного учреждения. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии установлен особый противопожарный режим. Халатность людей приводит к возгоранию сухой травы, мусора, деревьев. Нарушение правил безопасности в таком случае грозит штрафом. Больше всего возгораний произошло на территории Алатарского района. 9 случаев. В Канажском районе огнеборцы республики выезжали на тушение пожара при пале сухой травы 6 раз. В лидерах по количеству пожаров из-за сжигания мусора город Чебоксара и Чебоксарский район. В лесничестве рассказали, насколько готовы к чрезвычайным ситуациям. Две бригады патрулируют леса Чебоксарского района ежедневно. Костры и маленькие возгорания тушат своими силами. Если площади большие, вызывают подмогу. В этом году в лесничество поступил новый трактор. Этот трактор почему лучше? Когда непроходимые места, автосцена, тут ночь большой очень. Он может просеку проделывать сразу. За ним уже труднодоступные места. Очень хорошо. И у него как бы гусеница. Колеса не проколешь, потому что в лесу все сучки. И мощности очень много. Плуг у него сзади есть. Сразу может он опахивать. Спереди проталкивать, сзади опахивать. Техника очень хорошая в лесных местах. 32 тысячи гектаров – серьезная зона ответственности. Специальная техника упрощает работу. В этом году в лесничество должны поступить еще два таких трактора. На специальной вышке на уровне 76 метров установлена камера. По ней тоже можно отслеживать возникающие пожары. Техникой мы обеспечены. Вся техника хватает для борьбы со всеми пожарами возможными. Наша техника уже вся проверена, подготовлена. Бойцы собраны, водители на месте. Вся техника готова. На любой выезд мы можем поехать. Так что готовность номер один по всем фронтам. И, конечно, сотрудники лесничества рассчитывают на сознательность людей. Если правила будут соблюдаться, пожаров, несомненно, будет меньше. Ранняя весна подвинула привычный график весеннеполевых работ. В 14 районах республики, в том числе и в Цивильском, началась подкормка. А зимы неплохо пережили зимовку и вышли из-под снега в хорошем состоянии. Почва уже подсохла и аграрии в полной мере используют на полях технику. В данной ситуации подкормка проводится с сейвуками. Как раз я считаю, что это самый оптимальный вид подкормки, потому что мы доставляем удобрение на глубину 3-4 см непосредственно в корневую часть растений. И в второй момент мы добиваемся разрушения почвенной кортки, оставшейся после зимы. Скоро начнется с сев зерновых, но перед этим семена проходят процесс протравливания. Это обязательный этап, так как семена обеззараживаются от грибков и сразу удобряются при помощи микроудобрений. Протравливание идет в двух складах. Протравливают две бригады новейшими машинами отечественного производства. Данная машина дает норму за час. 20 тонн в час можно протравить. Максимальная норма. До посева все семена будут протравлены. И ни одно непротравленное зернышко у нас не будет посеяно. Все будет протравлено. Конечно, погодные условия уже благоприятствуют началу сева. Но возникающие время от времени аномалии пока мешают. Планировали было выйти на посев яровых зерновых. Но прошедший снег задержал. Но в ближайшее время температура у нас благоприятствует. И когда на почвах будет плюс 5 и выше, хозяйство приступит к посеву яровых зерновых и зерновых культур. Подкормка зимых культур – это важнейший агрономический прием, который позволит максимально увеличить урожайность выращиваемых культур. Александр Соловьев, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Социальная поддержка специалистов на селе увеличится почти на 12%. Сегодня Кабинет министров принял проект закона об индексации их расходов на оплату ЖКХ. Размер компенсации сельским специалистам составит 1181 рубль в месяц. На сегодняшний день получателями данной меры поддержки у нас являются 15 182 сельских специалистов. Средства на выплату этой компенсации в республиканском бюджете Чувашской республики предусмотрены. Общий их объем составляет 208 миллионов рублей. Поддержку на оплату коммунальных расходов получат врачи, медсестры, учителя, ветеринары, работники культуры, образования и социальных служб, которые живут и трудятся в сельской местности. Кроме того, увеличенный размер компенсации на продовольственные товары детям, тех, кто пострадал от чернобыльской катастрофы. Теплая зима в этом году сказалась на состоянии дорог в Чувашии. Больше всего пострадали региональные трассы. Однако погода позволила раньше выйти на ямочный ремонт. Его на отдельных участках начали уже с марта. Каток и свежий асфальт дорога в Марпасадском районе не видела целых 13 лет. Этот участок дороги до того Чувашинского поворота делалось в 2006 году, ко дню республики, который делалось в Марпасадском районе в 2006. А этот участок до примыкания в Волгомарпасад, он делался в 2007 году. Здесь легкий ремонт был, просто асфальт по асфальту был. То есть межремонтные сроки в принципе не соблюдаются особо тогда? Здесь в разы уже как бы межремонтные сроки превышены. Да, если считать 4 года, 4 раза превышено уже здесь, на этом участке. Дороги регионального значения давно требуют внимания. В нормативном состоянии сейчас лишь 44%. Здесь, на участке автотрассы Волга, отлашиванного Чебоксарск, идет ямочный ремонт. На протяжении 5 километров готовят участки под заливку горячим асфальтобетонным покрытием. На содержание в этом году по региональным дорогам выделено более 730 миллионов рублей. Это только по региональным. Если взять еще районные и муниципальные дороги, это еще 320 миллионов рублей. Нагрузку трасса терпит сезонную. Грузовозы с песком и другими инертными материалами начинают ездить с середины весны. Их маршрут проходит и по дороге к Угесе-Отлашево-Новочебоксарск. Участок в 8 километров 3 года назад ремонтировала подрядная организация «Воддорстрой». В этом году здесь пошли трещины. Их устранят по гарантии. Здесь выполнялся простой ремонт. Асфальт по асфальту, грубо говоря. И, естественно, на покрытии распространяется на 4 года. Гарантия. Трещины, они отреженные, продольные трещины, которые нами в ближайшее время будут как бы залечены, залиты будут мастикой, битумной мастикой. Начнем на этой неделе. И в течение 10 дней мы это закончим. К концу этого года в нормативном состоянии должны быть не менее 46% всех дорог Чувашии. Это планы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ирина Волкова-Бахтьяров-Велиев, Республика. Мемориалы в районах республики обустроят и отреставрируют за счет федерального бюджета. На эти средства обновят 7 воинских захоронений в Урнарском районе и 2 в Мариинско-Посадском. Соответствующий проект закона сегодня утвердил Кабинет министров. В реализации федеральной целевой программы до 2024 года мы планируем завершить работы прежде всего на этих названных мной объектах. Одиночных захоронений участников берегательской войны и братских могилах. 9 объектов. Остальные объекты это объекты, вернее захоронения лиц погибших во время выполнения воинского долга в локальных войнах. Там в основном родственники, потомки смотрят за объектами. Получается остаются у нас только захоронения лиц только по локальным войнам. То есть в Великой Отечественной войне мы вот этим постановлением закрываем полностью. Да, закрываем. На нашем телеканале стартует рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем же занимаются жители нашего города во время вынужденных выходных. Первый свой видеопривет передает корреспондент национального телевидения «Чувашия» и моя коллега Ольга Пырочкина, которая находится в отпуске. Приветствую вас, студия. Приветствую, уважаемые телезрители. Вот сейчас будет шоу-контент. Я не сижу дома, я гуляю. Но гуляю я на общедомовом балконе на 14 этаже. Здесь, кроме меня, ну и моего оператора, никого больше нет, поэтому я позволила себе быть без маски. Это единственный сейчас вариант для меня подышать свежим воздухом. Но вот таким образом, как я, на самом деле гуляют сейчас многие. Вот такую фотографию я сделала на днях. Это моя соседка из соседнего подъезда. Но вы спрашивали, чем я занимаюсь дома. Сейчас покажу. Ну, на самом деле, существует много других более интересных занятий. Специально для вас я подготовила небольшую подборку из интернета. Ну что, прошу не относиться к данному видео слишком серьезно. Серьезных новостей сейчас и так хватает. Попробуем не хандрить вместе дома. Будьте здоровы! Это все новости на сегодня. Будьте вместе дома!